Добрый день еще раз всем, коллеги. Я позволю себе коротко остановиться на текущих перспективных проектах, реализуемых нашим предприятием, которое не так давно пошло в комплекс-корпорации Росатом. И наша работа действительно несколько отличается от классической, что ли, строительной отрасли госкорпорации. Предприятие входит в дирекцию Северного морского пути, которая включает в себя, на данный момент идет перезборка уже больше, на самом деле, предприятий. Появилась еще администрация Северного морского пути, но слайдик уже можно, наверное, поменять. Здесь представлены классические функции, осуществляемые в группе «Конфорт», это ледокольное обеспечение. Наше предприятие занималось исторически навигационно-гидрографическим обеспечением, то есть изучением морских путей, на которые всех морских путей, разработкой карты пособий. И с апреля 2019 года также от лица госкорпорации Росатом занимается строительством и эксплуатацией инфраструктуры Северного морского пути, то есть строительством и портовой инфраструктуры. Говоря о текущем объеме выполнения работ предприятия, в настоящий момент реализуется и в этом году завершится трехлетнее строительство объектов портовой инфраструктуры терминала «Утренний», подходящего к морской порту Совета. Также выполнен первый этап реконструкции морского канала порта Совета. Выполняются ремонтные, но убительные работы на подходных путях и акваториях все того же порта Совета. Ведется проектирование системы мониторинга гидрометеорологических факторов. Система будет установлена на морском канале и позволит еще больше обезопасить судоходство по морскому каналу. Также в прошлом году предприятие впервые выступило заказчиком проектной документации и в настоящий момент завершается проектирование береговой гидротехнических сооружений для размещения плавучих энергоблоков на Чуковке в поступиве для Боинского горно-могатитарного комбината. Предприятие за три года работы в конторе гостерпорации постоянно наращивает свои компетенции. На базе предприятия открыт центр гидротехнических компетенций. Мы пробуем на базе этого центра собирать то, что есть и создавать что-то новое и при помощи АСКАУ в том числе и использовать те механизмы, о которых в своем докладе Сергей Михайлович сказал. Это и АСКАУ у нас работает на терминале Утреннем. И сейчас выбран пилотный проект по внедрению PCMNC. Как раз это вот попробуем использовать при строительстве береговой инфраструктуры для МТЭПов на Чуковке. В зоне ведения предприятия находятся 13 инвестпроектов. Они на разной стадии проектирования и проработки находятся. Это и строительство грузового порта Тхаба в районе села Найбол-Уминского района. И развитие ямальского газохимического пластера. Это будет также связано с созданием дополнительной портовой инфраструктуры. Мы на самом деле из-за той скорости и необходимости работать, что называется, с колес в своей деятельности попробовали уже все эти новые механизмы, которые сейчас нам жизнь подкидывают, можно так сказать. Мы уже воспользовались при строительстве терминала Утренней при корректировках, механизмом экспертного сопровождения, при корректировках проектной документации. Находимся в постоянном контакте с главой экспертизой. И механизмом увеличения цены контракта при увеличении стоимости строительных материалов. Также увеличили размер балансирования по контракту. Почти 100 миллиардов мы на терминале Утренней. Сейчас зашли в главу госэкспертизу с одним из проектов, используя принцип единого окна, то есть одновременно прохождение экологической экспертизы и экспертизы проектной документации. И общий объем реализованных предприятием проектов на рубеже с 2019 по 2021 год составил более 115 миллиардов рублей. Ну а теперь породко, наверное, на объектах остановлюсь. Здесь на слайде представлены фотографии из тех объектов, которые построены на терминале Утреннем. Представлены основные объемы выполненных работ. Стоимость строительства данного объекта, вернее, объекта данного терминала составляет порядка 104 миллиардов рублей. Выполнено дно углубления 25,5 миллионов метров кубических при создании подходного канала к терминалу Утренней и непосредственно самой аликватории терминала. В настоящий момент завершено погружение свай в ядозащитное сооружение возводимое в общее количество свай почти 6 тысяч составило. Смонтированы металлоконструкции более 165 тысяч тонн. Бетонирование более 120 тысяч тонн. В этом году, до конца года, мы планируем завершить строительство всех объектов. портовой инфраструктуры, включая береговые объекты. Это и стоянка федеральных контрольных служб и здание пункта пропуска. При реконструкции канала в 2021 году завершили выполнение работ по первому этапу. Почти в два раза увеличена была ширина морского канала. Тоже очень большой объем днобубительных работ выполнен. Работы по второму этапу должны были начаться на югах с этого года, соответственно, с 1 августа. Работы не начаты по всем известным причинам. Подрядчик был европейская компания, которая в пику санкций оказалась приводить к флот. Сейчас принимаются меры. На уровне руководства корпорации решается вопрос о распределении сроков второго этапа и разбивке их на 3 года. То есть работы будут, несомненно, выполнены. Но хотелось бы отметить, что текущая ширина, то есть работы, выполненные по первому этапу реконструкции морского канала, позволяет выполнить проводку оснований гравитационного типа, то есть части завода нашего инвестора Текстовер-2. И, соответственно, реконструкция канала будет продолжена на сроки запуска завода по сжимованию природного газа и так далее. Перспективный объем капитальных вложений по тем объектам, которые находятся в зоне ведения предприятия, превышает 400 миллиардов рублей. 1,7 миллиарда – это объем финансирования, который выделен на осуществление функций технического заказчика по этим проектам. И почти 3,5 миллиарда – это объем на финансирование на осуществление функций строительного контроля. Здесь и строительство универсального терминала на мысе на Грёйнин. Хотелось бы отметить и продолжение объектов Павла Новотек в Обской Лубе. Это и строительство акватории УГУ-4, причальной набережной. Оно сдвинулось влево от Новотек, так же пересмотрел свои проекты. И нефтяной терминал Павла Новотека, о котором Сергей Михайлович говорил, и Московский терминал угольный на базе Севодосайского угольного месторождения. Терминал Омский ГТХ – это еще один объект Павла Новотек. И ряд других объектов, они здесь все представлены. Хотелось бы только еще отметить, что мы также участвуем в создании системы мониторинга радиационной обстановки Павла Новотек. Это проекты, которые корпорация продвигает. И это тоже несколько новых деятелей для себя предприятия. Если коротко, коллеги, то все, готов ответить на вопросы. Да, спасибо, Андрей. Возьмишки, коллеги. Если есть вопросы, мы можем обсуждать. Давайте, если есть в этом плане необходимость. Но я бы еще хотел подчеркнуть, что крайне важно хорошая работа развернута совместно с сервисом газификации по части приемки работ. Особенно понимаем, что северный и северный морской путь на расстоянии каких-то морских 200 или 150 километров будем верить. То есть надо осуществлять некий строительный контроль. Как бы крайне сложно при этом. Можно использовать спутник, можно использовать какие-то троны. Что на самом деле наши делают. Ну и умудряется это делать на некой платформе. У нас отработана такая платформа на сервис газификации, на собственном программном продукте. Там нет ничего зарубежного. Ну и мы это дело продвигаем. Конечно, и на других объектах использования атомной энергии. Что крайне важно и нас радует. Но мы будем еще раз привести вот эти примеры, что у нас очень часто приемка работ занимает ровно столько времени, столько саму производство ровно, что крайне плохо. Вот. А на это должна будет осуществляться вся подготовка приемки параллельно с выполнением работы. Вот. Ну и еще много было таких серьезных вещей, которые, в общем-то, гидрографическое предприятие продвигает. Поэтому я думаю, что и в процессе уже дальнейшей работы нынешнего мероприятия можно с Андреем Луниевым встречаться, поговорить и сидят наши крупнейшие парлянчики. Вот. И эта дружба должна выливаться уже в реальные какие-то действия. Хорошо, давайте двигаемся дальше у нас начнем.